ПРОДОЛЖИМ ТЕМУ ФУТБОЛА 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 Все нравятся, все молодцы, но чтобы именно кого-то выделить, я не могу. В сборную хочется? С детства. Пока в нынешней ситуации сложно в сборной говорить, но плохо тот солдат, кто не хочет, так генералом. Так что, кто знает, сегодня мы здесь, завтра мы ждусь в сборную. Спасибо большое, но будем надеяться, что сборная не за горами. Несколько вопросов тренеру не могу не задать. Клуб вернулся на родной стадион, в Ставрополь. Ваше волевое решение или все-таки с кем-то это все обсуждалось, решалось? Когда меня приглашали, это один был из пунктов, в котором я написал, что должен клуб вернуться сюда. Какой бы ни был стадион, поле и так далее, руководство должно приложить усилия, чтобы его привести более-менее в порядок. Но руководство согласилось и сразу, да я думаю, что они и без меня это понимали. Но надо было кому-то толчок тоже сделать. После зимней паузы клуб еще идет без поражений. То есть ничьи, победы. За счет чего удалось вот таких результатов сейчас добиться? Ну, у нас произошли изменения. 12 человек из команды ушло, это без меня уже. Я пришел, мне было, скажем так, полкоманды. Было 8 до заявок, я постарался. Вот у меня был месяц, 15 января я здесь появился. Что-то сделать, мы пригласили ребят, которые готовы были помочь Ставрополе, поднять. Помочь себе, так сказать, в дальнейшей карьере. Это первый шаг, то есть по селекции. И в том числе и Эдуард, воспитанник Ставропольского футбола. Мы все-таки старались тоже на Ставропольцев ориентироваться, где кто-то уже играет по командам. И то, что мы работали с 15 января, мы паузу не давали себе. Был снег, грязь, здесь дождь, но мы не останавливались. Съездили на сборы, вот то, что успели, вот сейчас стараемся делать. Хотя нехватка, конечно, есть по кадрам. Игрокам, сами понимаете, 8 человек это не... Ушло тоже 12, а здесь 8. Поэтому у нас выходит еще и Сергей Сердюков играет, хотя он уже как тренер уже у меня. Потому что нужна сейчас помощь, нужна команда со дна. Вытянуть нужно болельщиков, пригласить, подтянуть на стадион, ну и поднять опять интерес. Поэтому, в первую очередь, конечно, работа. Больше другого варианта нет. Сейчас команда удалось уйти с последней строчки, во-первых, в таблице. Сейчас на предпоследнем месте. Понятно, что каких-то великих задач наполеоновских перед клубом до конца сезона не стоит. Но, тем не менее, какие-то задачи все равно есть. Можно ли их озвучить? Ну да, основная задача. Мы отставали на 4 очка. Теперь мы на 4 оторвались уже от последнего места. Основная задача – это не занять последнее место, чтобы не потерять профессионального статуса. Ну и вторая задача – выигрывать, стараться и в каждом матче, и показывать игру, чтобы болельщики полюбили. Потому что отрыв там слишком большой, но сколько сможем, столько поднимемся. Вот такие две задачи, в принципе. По поводу ставропольских воспитанников и их возвращения в команду, 1 апреля появилась информация о том, что в команду вернется ее легендарный воспитанник Роман Павлюченко. Давайте уже развеем этот миф. Все-таки это была шутка или действительно это так? Ну это была шутка, я не знаю, кто там ее дал. Ну вообще все может быть в жизни, потому что футбол и мяч круглый, и как и земной шарик. Вот со Ставрополя, когда Романа забирали в ротор Волгоград, я был главным тренером дубля. Его ко мне привезли сначала. Он у меня в дубле играл, потом перешел в основной состав ротора. Вот сейчас я опять тренер Ставрополя, все может быть. Поэтому в футболе нельзя ни о чем зарекаться. Может быть Роман какое-то время захочет закончить здесь, поиграть, помочь клубу. Кто его знает. Тем более родственник его играет в команде, помогает. Это Сергей Сердюков. Вы знаете их жены, сестры. Поэтому все может быть. Ну, то есть такой возможности не исключаем. И будем все-таки, ну если вернется, будем только рады. 8 апреля состоится игра с Афипс, один из лидеров. Сейчас зоны юг 2-го дивизиона. 8 апреля еще с одним лидером играем здесь же дома. Сейчас можно позвать, пригласить болельщиков в одну из этих камер. Ну, 8-го играем не с одним из лидеров, а с лидером. Армавир, который находится на первом месте команды, который ставит задачу выхода в ФНЛ. Поэтому в последнюю игру очень мы ощущали поддержку болельщиков. Поэтому, конечно, приходите, поддерживайте. Пока тяжело играем, тяжело начинаем. Но без поддержки болельщиков никогда не бывает футбола. Во сколько игра начинается? Игра в 17.00, потому что праздник Великой Пасхи. Люди успеют какие-то свои дела поделать, отпраздновать и прийти вечером посмотреть футбол. То есть мы все делаем для болельщиков. Даже специальную игру перенесли на вечер. Ну, и тем более погода уже установилась, в общем-то, теплая. Бояться холодов и дождей уже можно не бояться. Мы желаем вам успехов. Мы желаем вам побед. Приходите к нам обязательно еще. А вам мы желаем, ну, наверное, все-таки больше сейвов, учитывая, что вы вратарь. Но если будете забивать, я думаю, болельщики будут только рады. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Приходите еще. Спасибо, до свидания. Я надеюсь, что болельщики наши восприняли информацию обязательно 8 апреля в 17.00.